приветствую с вами ведущая и тренер обучающего интернет проекта ветер перемен елена литвиненко это проект с обучающими материалами по риторике по харизме речевого голоса в том числе по мастерству общения для отношений и сегодня я продолжаю серию своих видео тема у меня вот какая всплыла как сообщить мужчине какую-то неприятную новость с минимальным количеством негативных последствий как подойти к этому как наладить вот такое вот продуктивное эффективное и дружественное общение ну давайте начнем с того что мы мужчины и женщины мы по-разному устроены мы не только физиологически по-разному устроены но и мышление наше тоже устроена различным образом и я уже об этом как-то касалась в одной из своих публикаций сегодня мы с вами поговорим вот на какую тему поскольку новость это не что иное как сообщение информация да то давайте для себя возьмем на вооружение такую вещь типы восприятия и переработки информации они различные и среди мужчин преобладает тип который называется сенсорный ну подавляющее большинство мужчин относятся к типу сенсор и и в том числе как женщины подавляющее большинство женщин интуитивы чем они отличаются сенсоры при восприятии информации пользуются пятью чувствами для них важно визуальное восприятие аудиальное восприятие кинестетическое потрогать пощупать да они как правило читают инструкции они не включают как мы для того чтобы посмотреть работает или не работает они сначала читают инструкцию и таких среди мужчин большинство как правило они начинают свой рассказ от общего к частному то есть когда вы просите мужчину сенсора рассказать вам о чем-либо он скажет ну как прошел твой день все было хорошо и даже и часто приходится провоцировать к тому чтобы конкретнее расскажи поподробнее да и тогда в общем человек начинает что-то более по какие-то подробности выдавать что касается женщин интуитивов коими большинство из нас является мы живем в основном используя шестое чувство интуицию да то есть мы конечно же собираем информацию по верхушкам другими пятью чувствами да но все-таки мы ее к тому же обрабатываем через вот эту интуицию именно поэтому у женщины очень часто более эмоциональны и что-либо делают основываясь в основном на эмоциях в то время как мужчины они должны все это осмыслить вот давайте из этого и подходить значит если для человека сенсора для мужчины важно то как мы выглядим он же будет воспринимать информацию на визуально да то как мы говорим то что он чувствует в этот момент да тактильные ощущения какие-то потрогать то давайте мы из этого исходить для того чтобы правильно подать нашу скажем негативную ну или мы мы считаем что эту информацию мужчина воспримет негативно да или как-то так болезненно вот да надо подготовиться соответственно желательно выглядеть как-то так получше чтобы у мужчины что называется глаз порадовать ему соответственно звучать нужно как-то так по-женски как-то так применять тон голоса определенные окраску речи да слова подобрать какие-то такие соответствующие ну и очень даже не лишнее к мужчине ласково прикоснуться в тот момент когда вы будете об этом говорить для того чтобы ваш ваш текст да ваша информация она была на весах с другими положительными приятными факторами восприятия то есть собственно говоря фактическая информация кроме того одетая в красивый фантик да в красивую оболочку со всех сторон с каких только возможно она уже будет восприниматься менее болезненно и вызовет меньше негативных эмоций это раз второе не забывайте применять по отношению к мужчинам так называемый сказочный прием почему сказочный потому что во многих сказках об этом пишется ну и не зря пишется сказки ложь да в них намек правда же поэтому помните если приходит какой-нибудь добрый молодец какой-нибудь ведьме или бабе яге и она у него спрашивает зачем пожаловал говори зачем пожаловал а он и что в ответ помните ты меня сначала накорми на по и баньку и стопи а потом и спрашивай так вот для того чтобы устранить различного рода физиологические раздражители действительно не зря говорят что путь к сердцу мужчины лежит через желудок да нужно эти физиологические раздражители погасить то есть дайте мужчине отдышаться дайте ему войти в спокойное состояние действительно пусть он будет сыт пусть у него будет все хорошо на данный момент времени то есть пусть вот опять же фактическая какая-то негативная с вашей точки зрения информация пусть она ляжет на одну чашу весов в то время как вот это вот благодушное состояние с и тостью успокоенности будет на другой чашки весов и поверьте это хорошо играет согласитесь мужчина который уже во взведенном состоянии которого уже что-то ему не нравится что-то его раздражает если вы ему еще скажете что-то такое неприятное известие какое-то то это только подольет масло в огонь поэтому нам нужно быть мудрее и учитывать эти факторы и так воздействуем на мужчину со всех сторон оборачиваем свою новость неприятную в самую красивую обертку создаем ему физиологический покой благополучие для того чтобы все у него было хорошо сначала спокойно перед тем как что-то ему такое вроде бы неприятное сказать ну и очень важно третье да очень важно поскольку мы это воспринимаем все это эмоционально и нам кажется что это плохо может быть мы чистой воды нам кажется что ему это будет неприятно или это станет для него раздражителем как каким-то или это он воспримет но уж очень болезненно да надо постараться своей речи это известие эту новость не окрашивать никакими тонами наиболее нейтрально они сказать то есть если вы эмоционально взявшись за голову скажите дорогой но извини но так получилось но я очень тебя прошу не расстраивайся если вы такую предвариловку со слезой в голосе скажите то у мужчины уже будет нехорошее такое уже будет раздраженное состояние говорить надо спокойно и говорить надо неокрашен так как вы бы говорили факт из газеты ну к примеру ну не ни для кого не секрет что у зятьёв и тёщ часто бывают натянутые отношения и мужчины но у часто действительно не очень хорошо относятся к присутствию чёщи в семье в доме но такое бывает да наши мамы приезжают и даже гостят у нас несколько дней ну что же за этого в итоге то все получается нормально да но конечно же да бывает такое что приходится мужчине об этом сообщать и естественно что нужно сказать сообщить об этом вот как во первых заранее мужчине нужно время чтобы это переварить и подготовиться к этому а не так дорогой ты знаешь так получилось так случилось ну в общем сегодня приезжает моя мама конечно мужчина будет может быть действительно раздражен и действительно среагирует очень негативно но если вы скажете ему об этом заранее то давайте так существует еще один такой прием от худшего к лучшему да значит сначала говорим о том что до дорогой сложилась такая ситуация приезжает моя мама и она поживет у нас несколько дней и еще не дожидаясь того как мужчина отреагирует говорите ему это то приятное что в там есть да и она везет тебе какой-то интересный подарок сообщила мне что везет тебе подарок к примеру да вот и более того она приезжает не сегодня не завтра это случится еще только через неделю и как бы мы можем к этому подготовиться более того не давайте мужчине уходить в сильное осмысливание и какие-то эмоции по этому поводу сразу же вы же знаете да мы уже с вами говорили о том что мужчина это решатель проблем поэтому сразу же желательно задать ему вопрос что мы будем в этой связи делать как ты считаешь как нам лучше поступить как мы это обставим каким образом нам лучше себя повести для того чтобы все прошло хорошо и все остались довольны и естественно тогда мужчина подумает как бы ему было лучше как бы он хотел как в его понимании это прошло бы наименее болезненно и он вам предоставит этот вопрос вы можете ему прямо так сказать подумай как бы нам так лучше сделать чтобы у вас с мамой не произошло стычек и все прошло 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 наилучшим образом и поверьте он найдет способ как ему как можно меньше стыковаться с тещей для того чтобы избежать вот этих вот конфликтов мужчины в принципе как бы не любят вот такие вот конфликтные ситуации в большей части своим в своей большей части они этого не любят поэтому я надеюсь что все то что я вам сказала было для вас полезно если вы удовлетворены моим ответом и возможно используете какие-то из этих методов прошу вас поделитесь в комментариях что вы применяете если же вы все это применяете и все равно имеете неприятности тоже напишите об этом я плотно сотрудничаю с психологом которая занимается вот конкретно отношениями между мужчина и женщина эксперт в этой теме между мужчиной и женщиной и я думаю что она сможет дать исчерпывающий ответ возможно какие-то и еще предложить свои способы методы как в такой скажем так затруднительной ситуации лучше повести диалог лучше общаться более продуктивно и спокойно общаться с мужчиной ну и я не прощаюсь увидимся и я думаю что и в следующий раз тема будет тоже женская но пусть мужская часть наших подписчиков и зрителей не обижается я обязательно уделю внимание и тому как получше общаться с женщинами с нами женщинами всего доброго до встречи